Телеканал КРТ представляет Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире очередная международная панорама и ее новый ведущий Данил Богатырев. Бесспорно, вы удивлены, но все течет, все изменяется. И теперь с обзором мировых новостей буду знакомить вас я. Итак, начнем с поправок и обнуления. Обнуление и поправки. Если бы кому-то пришло в голову проанализировать контент русскоязычного сегмента интернета за последние пару недель, он неизбежно обнаружил бы, что эти два слова прочно вошли в топ наиболее упоминаемых за указанный период, заняв почетное место где-то между котиками и бесплатным порно. С 25 июня по 1 июля жители России голосовали за поправки в Конституцию. Как водится в подобных случаях, информационное поле планомерно прогревалось при помощи заявлений лидеров общественного мнения, публичных акций и активности батаферм в интернете. Применением вышеперечисленного спектра политических технологий отметились как сторонники, так и противники поправок в Конституцию. Но в чем же реальная суть изменений в основной закон РФ, за который по итогам волеизъявления проголосовало почти 78% россиян, а против немногим больше 21%. Давайте разберемся. Читая западную прессу, а также информационные ресурсы российских либералов, не покидает ощущение того, что во время волеизъявления гражданам России на голосование был предложен не целый набор поправок, а всего лишь одна единственная о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина и предоставлении ему возможности править до 2036 года. Взгляните на эти заголовки. Газета The New York Times. Театральный метод в безумстве путинского голосования. Конституционный референдум в России дал ожидаемый результат. Президент Путин может работать до 2036 года. Журнал Time. Владимир Путин распорядился внести в Конституцию поправки, которые позволили бы ему оставаться у власти до 2036 года. Новостное агентство CNN. Россия начинает референдум о конституционных изменениях, которые могут удержать Путина у власти до 2036 года. Катарское новостное агентство Аль-Джазира. Путин распорядился внести изменения в Конституцию, позволяющие ему править до 2036 года. Содержание публикаций в целом соответствует их заголовкам. Вот, например, что пишет в своей статье для The New York Times журналист Эндрю Хиггинс. Цитата. Семидневный всенародный плебисцит в России, призванный удержать президента Владимира Путина у власти как минимум до 2036 года, вынес в среду ожидаемый вердикт. Первые результаты показали, что три четверти избирателей проголосовали за. Однако не совсем ясно, почему господин Путин вообще нуждался в том, чтобы избиратели одобрили массу конституционных поправок, которые уже были ратифицированы национальным парламентом в Москве и региональными законодательными органами по всей стране, вступив в силу несколько месяцев назад. Далее у него же читаем. В течение нескольких недель плеяда выдающихся российских деятелей, которые зависят от государства в своих позициях и доходах, от актеров и музыкантов до руководителя Эрмитажа в Санкт-Петербурге и патриарха Русской Православной Церкви, вещава по государственному телевидению, убеждая людей голосовать. Любопытно, что ни один из них не упомянул суть происходящего – поправку, позволяющую господину Путину прорваться через конституционные ограничения, действующие с 1993 года, и остаться у власти практически на всю жизнь, а не уйти в отставку в конце его нынешнего срока – в 2024 году. Вместо этого они сосредоточились на других изменениях, таких как закрепление индексации пенсии, защиты семейных ценностей, животных, русского языка и памяти русских, погибших во Второй мировой войне. Подобную точку зрения можно встретить и в других статьях в западной прессе. Мистер Хиггинс просто выразил ее наиболее концентрированно. Аналогичных взглядов на поправки и голосование за них придерживается российская либеральная общественность. На этом она выстраивала всю свою агитацию против поправок, которая, как показал результат голосования, провалилась. Вот, например, что заявляла происходящим кумир российского либерального лагеря Алексей Навальный. Цитирую. «Дискуссию бойкотировать или голосовать нет, считаю бессмысленной. Главное – не признавать. Это нарушение закона, конституции, захват власти, уже произошедшее. Поправки приняты и вступили в силу. На них уже даже ссылаются в новых законах. Остался только цирк с надувными шатрами. В формате «я хотя бы попытался» есть одно полезное действие. Не признавать публично и объяснять всем вокруг, что это никакие не поправки к конституции, а обнуление сроков Владимира Путина, выдача ему разрешения на пожизненное правление». После голосования Навальный написал в своем блоге следующее. Цитирую. «Путин проиграл это голосование до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал – будут правила и процедура – проиграет». Впрочем, агитация российской либеральной оппозиции за бойкот поправок или голосование против них порой принимала гротескные формы. Например, 15 июня либеральные ресурсы широко растиражировали информацию о, цитата, «больших дебатах между Алексеем Навальным и Максимом Кацем» о том, что лучше – голосовать против поправок или вообще не голосовать. Заголовок статьи о мероприятии гласил «Впервые за семь лет оппозиционные политики встретились в публичном пространстве». Прочитав его, воображение невольно рисуют дебаты с тысячами зрителей на стадионе или, как минимум, сцене какого-нибудь дворца культуры. На деле же заклятые борцы с путинским режимом всего лишь организовали видеоконференцию в Зуме. Да уж, с таким же успехом политические дискуссии на уютной диссидентской кухне под водочку с селедочкой можно было бы назвать непреклонной борьбой с режимом и несением света правды в массы. Оригинальный подход к несению себя в массы выбрала другая российская оппозиционерка. Пользователь, известная в Твиттере под ником «Эткинд», пообещала выслать обнаженные фото всем, кто проголосует против поправок в Конституцию. Цитируем ее публикацию. «Скину фотки без футболки тем, кто проголосует против». Да уж, как говорят специалисты в области рекламы, секс-селс, намекая на то, что обнаженка способна разрекламировать любой продукт или действие как ничто другое. Впрочем, как следует из результатов голосования, на этот раз не получилось. Абстрагируясь от постмодернистской мишуры, формирующей восприятие поправок в западном и отчасти российском обществе, перейдем к анализу их реального содержания. Прежде всего следует отметить, что все поправки, проголосованные россиянами, можно условно разделить на три блока. Административные, социальные и идеологические. Первые касаются изменений в системе госуправления и перераспределения полномочий между различными органами власти. С их анализа и начнем. Прежде всего стоит сказать о том самом обнулении. Оно предполагается изменениями в статью 81 Конституции РФ. Дословно эта поправка звучит так, цитирую. Положение части 3 статьи 81 Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и или занимающему должность президента РФ без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправок Конституции РФ, вносящий соответствующие ограничения и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением. Эта поправка действительно позволяет Путину баллотироваться на пост президента и после 2024 года. Однако не стоит воспринимать ее столь прямолинейно. Фактически она лишь расширяет для Путина пространство для маневра, защищая его от битвы за трон, которая неизбежно развернулась бы между ближайшими царедворцами, если бы тем стало понятно, что в 2024 году он однозначно покинет пост. Не менее важны для понимания замыслов российских властей и другие поправки из административного блока. Так, поправка в статью 112 гласит следующее. Председатель правительства РФ представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров. Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решения по представленным кандидатурам. Ранее глава правительства представлял кандидатуры министров на утверждение президенту. Таким образом, после обновления Конституции Путин разделил ответственность за действия правительства с Госдумой, при этом сохранив полный контроль над ним. Ведь другая поправка гласит, что, цитата, «председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом РФ за реализацию возложенных на правительство полномочий». Однако не стоит думать, что расширение полномочий Думы приведет к парламентскому хаосу, который мы видим в типичных парламентских республиках. Во избежание этого в Конституцию была внесена поправка, согласно которой президенту предоставляется право самому назначать членов правительства и распустить Думу, если после трехкратного отклонения последней представленных кандидатур более трети должностей членов правительства остаются вакантными. Кроме того, поправками были расширены полномочия Совета Федерации, который теперь будет заниматься не только назначением судей Конституционного и Верховного судов и членов счетной палаты, но и консультировать президента по всем назначениям в правительстве и прокуратурах, включая военные. Сам Совет Федерации теперь дополнится пожизненными сенаторами, чего раньше не было. Право пожизненного заседания в Совете Федерации получат бывшие президенты, это к вопросу о том, где окажется Путин, уйдя на пенсию, а также до семи сенаторов, назначенных в этот орган по президентской квоте, которая составляет 30 человек. Также, согласно внесенным поправкам, в России будет создан новый орган – Госсовет, который будет действовать, цитата, «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Как следует из вышеизложенного, расширяя полномочия Госдумы, Совета Федерации и правительства, новая редакция Российской Конституции одновременно оставляет президенту все рычаги воздействия на них – от распуска парламента до своих пожизненных сенаторов и госсовета, формирующего всю государственную политику. Данное обстоятельство указывает на то, что в преддверии вероятного транзита власти, когда бы он ни состоялся, Путин стремится перейти от модели автократического управления к модели, в которой ответственность за управление государством будет разделена между представителями широкой прослойки выборных и назначенных чиновников и депутатов. Вероятно, цель подобных изменений состоит в том, чтобы сохранить сформировавшуюся модель управления государством и пресловутую социальную стабильность, вне зависимости от того, кто окажется на президентском посту. Кроме того, обновленная модель госуправления закрепляет отдельные сферы влияния за разными политическими группами и гарантирует им сохранение статус-кво вне зависимости от потенциального самоуправства любого нового или действующего президента. Еще одна поправка, которая дает ключ к пониманию того, зачем российским властям понадобилось менять Конституцию, касается Конституционного суда. Согласно одной из поправок, данный орган, цитирую, «разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного межгосударственного суда, иностранного или международного третейского суда, арбитража, налагающего обязательства на Российскую Федерацию, в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации». Иными словами, принятыми поправками Российская Федерация освободила себя от признания безусловного верховенства международного права над национальным. В будущем это обстоятельство будет широко использоваться для обоснования невыполнения решений международных судов и требований отдельных договоров. Вопросу укрепления системы власти служит и идеологический блок поправок в Конституцию. Обобщенно его можно охарактеризовать как введение в Россию консерватизма в качестве государственной идеологии. Об этом говорят поправки, в которых упоминается Бог, государство, образующий русский народ, семья как союз мужчины и женщины, а также нерушимость границ. Ну а пока в России голосовали за поправки в Конституцию, в Китае власти положили конец гонконгской протестной вольнице. 30 июня председатель КНР Си Цзиньпинь подписал закон о совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга. В зарубежных СМИ он тут же получил упрощенное название закона безопасности в Гонконге и подвергся резкой критике. Прежде чем описывать реакцию международного сообщества на этот законодательный акт, вкратце охарактеризуем его содержание. В вольном изложении основные нововведения закона заключаются в следующем. Деятельность, направленная на отделение Гонконга от Китая, свержение строя, терроризм, а также сговор с другими государствами, караются лишением свободы на срок от трех лет до пожизненного заключения. Разжигание вражды по отношению к центральным властям Китая и региональному правительству Гонконга является преступлением. Повреждение транспортных объектов может считаться терроризмом. Напомним, ранее митингующие неоднократно блокировали городскую инфраструктуру во время продолжительных демонстраций. Признанные виновными в этих преступлениях не могут занимать государственные должности. Пекин создат в Гонконге новое ведомство по безопасности, напрямую подчиненное центральным властям и состоящее из сотрудников, которые находятся вне контроля местной администрации. Глава исполнительной власти Гонконга наделяется правом назначать судей для рассмотрения дел, касающихся национальной безопасности. Местный министр юстиции сможет решать, назначать ли суд присяжных. Решения, которые будет принимать местная комиссия по безопасности, не могут оспариваться в суде. Китайская прокуратура сможет брать на себя расследование особо серьезных дел, а некоторые суды будут проходить в закрытом режиме. Будет усилен контроль над иностранными неправительственными организациями и информационными агентствами. У зрителей незнакомых с ситуацией может возникнуть недоумение относительно того, почему данный закон в Китае был принят только сейчас. Ведь для жителей большинства стран на нашей планете прописанные в нем положения отнюдь не удивительны. В чуть более мягкой или чуть более жесткой форме они содержатся в законодательстве любого государства. Например, призывы к нарушению территориальной целостности, сепаратизм или свержению конституционного строя караются абсолютно в любом государстве. То же самое относится и к целенаправленным диверсиям по выводу из строя транспортной инфраструктуры. А вот пункт о том, что в Гонконге появятся китайские силы безопасности, для человека несведущего вообще может выглядеть удивительным. То есть как это? Регион с 1997 года находится в составе государства и при этом на его территории до сих пор не было китайских органов безопасности? Отвечаем. Да, не было. В 1997 году Гонконг возвращался в состав Китая на основе принципа «одна страна, две системы». Последний предполагал, что центральное правительство КНР не будет окончательно синхронизировать законодательство бывшей британской колонии со своим собственным как минимум до 2047 года. В частности, на территории Гонконга не были образованы подразделения китайских органов полиции и госбезопасности. Вместо них порядок в городе продолжала охранять местная полиция, доставшаяся в наследство от периода британского владычества. Местные полицейские подразделения экипированы и обучены гораздо хуже, чем их коллеги из материкового Китая. Их должностные инструкции гораздо более мягкие и щадящие. Они не рассчитаны на подавление массовых, хорошо скоординированных протестов, подобных тем, что начались летом прошлого года. Напомним, около года назад в Гонконге с подачи Пекина попытались принять закон об экстрадиции, согласно которому местных жителей, совершивших преступления за рубежом, могли выдавать в те страны, с которыми нет соответствующего соглашения у Гонконга, но есть у КНР. Местная либеральная и пробританская общественность возмутилась такими намерениями, в результате чего все прошлое лето и часть осени в Гонконге прошли под знаком массовых беспорядков. Со временем лозунги и действия митингующих становились все более радикальными, а страны Запада оказывали им все более явную поддержку. В частности, один из лидеров протестного движения гонконгеров, именно так называли себя митингующие, подчеркивая собственное отличие от материковых китайцев, по имени Джошуа Вонг, в 2019 году успел побывать с визитами в Германии и США, где выступал с лекциями о свободе и демократии в Гонконге, попутно встречаясь с высокопоставленными дипломатами. Во время визита в ФРГ с ним даже встретился министр иностранных дел. Как видим, причины для ужесточения законодательства в вопросе наведения порядка и обеспечения безопасности в Гонконге у Китая были, равно как и у западных партнеров были причины осуждать подобные действия. С момента возвращения Гонконга под власть в Китае в 1997 году регион оставался форпостом, через который Британия и ее союзники пытались проецировать свое влияние на Китай и сохранять контроль над экономическими потоками в этом важном портовом городе. Сказать, что город был наводнен агентами иностранного влияния, это ничего не сказать. Лоббисты британских интересов пробрались даже в местное законодательное собрание. Сегодня западные источники с упоением цитируют их критику в адрес нового закона. Вот, например, британская новостная служба BBC цитирует слова оппозиционного законодателя Гонконга Клаудии Мо. Цитирую. «Целью китайского законодательства о национальной безопасности было шокировать Гонконг до состояния ничто. Люди будут настолько ошарашены, настолько напуганы и запуганы, что не посмеют ничего сказать или сделать, предпринять какие-то оппозиционные действия». Однако, похоже, шокированные до состояния ничто гонконгеры не поняли намеков китайских властей. И вот уже 1 июля, в день 23-й годовщины воссоединения региона с Китаем, все та же BBC радостно смаковала подробности свежих уличных беспорядков. Цитируем. 1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга от Британии к Китаю, группы сторонников демократии заполонили улицы популярного торгового района города. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ. И далее. Продемократические активисты заявили, что вопреки запрету проведут таки традиционный марш в этот день. «Мы устраиваем шествие каждый год, и мы продолжим это делать», сказал агентству рейтер Лён Квон Хун, известный гонконгский политический активист-ветеран. В соцсетях появились фотографии плаката от имени полиции, предупреждающего участников протестов о том, что по новому закону о безопасности может считаться преступлением. Если вы демонстрируете флаги или плакаты, скандируете слоганы, показываете своим поведением такие намерения, как сепаратизм или подрывная деятельность, которые могут представлять собой преступления по новому закону о совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга, вас могут арестовать и привлечь к ответственности, гласит плакат. Как мы понимаем, протестующие не восприняли написанное на плакате и самое главное в новом законе всерьез, за что и поплатились. Но интерес вызывает даже не это, а то, как события осветили в западных СМИ. Следите за руками. Вот что пишет нам журналист The New York Times Хавьер Эрнандес в своей статье о первых жертвах нового закона. Цитирую. В ходе этой первоначальной проверки закона в деле в среду был арестован мужчина, который развернул флаг Гонконга во время демонстрации, а полиция заявила в Твиттере, что его задержали за нарушение закона о национальной безопасности. Это был первый арест после вступления закона в силу, сказали в полиции. Обратите внимание на пассаж «развернул флаг Гонконга». Выглядит так, как будто мирного протестующего упекли в кутузку за демонстрацию официального флага своего региона. Вызывает протестные чувства, не правда ли? А теперь смотрим исходный твит гонконгской полиции. На снимке отчетливо видно, что речь идет не о флаге Гонконга, а о неком черном куске материи, на котором белыми буквами выведен лозунг «Независимость Гонконгу». Чувствуете разницу? Протестующий узник совести и мученик демократии, как оказалось, был задержан не за мирное размахивание официальным флагом своего региона, а за прямой призыв к нарушению территориальной целостности КНР. Подлог? Ложная интерпретация фактов? Введение читателя в заблуждение? Что вы, в The New York Times об этом ничего не слышали. Впрочем, попытки западной прессы очернить китайский закон о безопасности в Гонконге прямо проистекают из позиций западных правительств по данному вопросу, о которых давно известно официально. Так, еще в мае в совместном заявлении Австралия, Канада, Великобритания и США заявили, цитирую, «Решение Китая навязать Гонконгу новый закон о национальной безопасности вступает в прямое противоречие с его международными обязательствами». Они призвали Пекин сотрудничать с правительством и народом Гонконга, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Между тем, в Китае все громче раздаются обращенные на Запад голоса о том, что, как говорится, нечего на зеркало пенять. Так, 7 июля в гонконгской газете South China Morning Post вышла статья журналиста Мэтта Хо под названием «Как закон о национальной безопасности в Гонконге соотносится с законодательством других стран». В ней автор приводит полный английский текст, подписанного председателем КНР закона, и сравнивает его с подобными законодательными актами, принятыми в других странах региона. Цитируем публикацию. Отдельные спорные положения также включены в законе о безопасности, разработанные Австралией и Тайванем. Два года назад Австралия приняла новое законодательство о национальной безопасности и иностранном вмешательстве, а самоуправляемый Тайвань в декабре принял закон о борьбе с вмешательством. Тайваньский закон предусматривает штрафы и до 5 лет тюремного заключения для любого, кто осужден за получение средств, инструкций или пожертвований от внешних сил для проведения публичных акций, избирательных кампаний, лоббирования среди государственных должностных лиц или нарушения общественного порядка. Трудно не согласиться с автором, задающимся вполне резонным вопросом. Если китайский закон о безопасности в Гонконге так ужасен, то почему аналогичной критике не подверглись подобные законы, принятые на Тайване, в Сингапуре и даже решительно осудившие действия КНР Австралии? И как тут не процитировать слова из недавнего твита бабушки американской демократии Хиллари Клинтон? Цитирую. «Я думаю сегодня о молодых людях в Гонконге, которые не потеряли надежду на демократию. Новый закон о безопасности, введенный китайским правительством, является леденящим ударом по правам человека и расширением авторитарного правления, которое должна осуждать каждая демократическая страна». Теперь замените слова китайским правительством на слова сингапурским правительством или австралийским правительством и попробуйте прочесть цитату снова. Не получается такое представить? Вот и у меня не получается. Двойные стандарты. Такие двойные. Подробнее о новых законах и их последствиях в КНР мы поговорим с экспертом-международником Русланом Бортником. Приветствую вас, Руслан. Здравствуйте, Данил. Вот на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпинь подписал закон о безопасности в Гонконге. Все мы видели реакцию западной прессы, реакцию западных политиков, на него возмущенные заявления, угрозы санкциями и тому подобное. Как вы считаете, какими реальными экономическими последствиями в плане санкций грозит Китаю принятие этого закона? Что будут предпринимать Штаты, что будет предпринимать Британия и другие западные партнеры? Очевидно, стоит ожидать определенных санкций в отношении Китая, которые будут касаться ограничения участия Китая в технологических цепочках Запада, в доступе к современным технологиям, ресурсам на вторых-третьих рынках, в доступе к финансовой системе. Но я все же думаю, что вопрос Гонконга, он хотя и важен, но он только повод, по большому счету. Потому что, так же как и вопрос распространения ковида, это повод для торговли с Китая, для формирования условий нового передела мировой торговли. Мы понимаем, что сегодня западные страны будут искать любые возможности для того, чтобы заставить Китай платить больше и зарабатывать меньше на рынках. Мы понимаем, что мы вступили в эпоху протекционизма и даже момента изоляционизма, когда каждая страна будет пытаться локализировать финансовые системы, добавленную стоимость на своих рынках. И поэтому будут искаться любые поводы против ключевых производителей именно мировых, особенно таких политически не до конца защищенных, как Китай. Именно с этим я связываю историю. В свою очередь Китай чудесно понимает, что если с США или с Британией договориться им не удастся, то необходимо бороться за рынки третьих стран. И вот эти действия Китая направлены на подписание и соглашение о торговле оружием и на улучшение своего имиджа на территории третьих стран. Это как раз попытка сохранить третьи рынки при наличии понимания, что ситуация с западными рынками будет ухудшаться. Сохранение третьих рынков – это, безусловно, выигрышная стратегия рынков стран третьего мира. Но, тем не менее, есть ли у Китая что-то, чем он может симметрично или асимметрично ответить непосредственно Соединенным Штатам? Что я имею в виду? Вот, например, очень много говорилось в прошлом году о китайской монополии на производство редкоземельных металлов. Есть ли какие-то, возможно, еще такие вещи, в которых Китай является монополистом и уникальным поставщиком для Соединенных Штатов и каналы, которых он может перекрыть? Ну, без китайской продукции или продукции из зон китайского влияния вообще невозможно развитие эффективного функционирования цифровой промышленности. Не будет компьютеров, условно говоря. Потому что это не только редкоземельные материалы, это и основная база производства чипов. Это и огромная технологическая база производства ключевых торговых марок. Но даже не это главное. Китай это глобальная торговая организация, которая обеспечивает функционирование ресурсов, товар, услуг по всему практически миру. Китай является одним из самых больших держателей американского долга, государственного долга. И, конечно, позиции Китая в значительной мере зависят от и курса доллара, и вообще стабильность американских финансовых рынков. Это должны понимать. Но мне кажется, что пока что никто из участников этой мировой схватки не рассматривает ее как войну, а не рассматривает ее как состязание. И знаете, как в спорте, когда выходят две футбольные команды состязаться между собой, они пытаются друг другу забить гол, а не сломать руки и ноги или нанести какие-то увечья. Также и здесь, я думаю, что реальные инструменты, которые могли бы повредить всей мировой экономике, стороны применять не будут. Или всей мировой финансовой стабильности. Потому что, несмотря на проблемы, ну, скажем так, на закат политической глобализации, драйверы для экономической глобализации все остаются, мотивации все остаются. Поэтому стороны пытаются конкурировать с использованием очень ограниченных инструментов по достаточно ограниченным правилам. Попытаются друг друга выдавливать. И счет тут будет идти в миллиардах долларов, в десятках миллиардов долларов. Но не в уничтожении экономических систем противника или создании каких-то глобальных экономических кризисов, из-за которого пострадают все. Ну, а вот что касается внутри китайского политического аспекта принятия этого закона. Меня вот что интересует. Как скоро китайцам удастся фактически ассимилировать или реассимилировать вот этих вот гонконгеров, как они себя называют. То есть ведь совершенно очевидно, что у них там на острове уже другая идентичность, какая-то прозападная, пробританская. Там присутствует куча проблем, в том числе и экономического характера, которые эту идентичность подпитывают. Там присутствует британское влияние. Даже если его удастся ограничить в каком-то таком экономическом формате, то оно останется культурным влиянием. Вот как скоро китай сможет вообще справиться с гонконгом, интегрировать его в себя окончательно? Я думаю, что пока что Китай ставит перед собой прозаичные задачи обеспечить верховенство китайского закона, хотя бы в сфере безопасности над этой территорией. Обеспечить контроль финансово-экономический над Гонконгом, который является одним из мировых финансовых центров сегодня. Что касается, условно говоря, поглощения этих территорий, то я думаю, что Китай каких-то беспрецедентных шагов не будет здесь применять. И речь идет о далеком будущем. Пока идет речь только о силовом контроле и финансовом контроле. Спасибо вам за беседу, Руслан. Всего вам. Всего доброго. Новые бурления информационных волн на прошлой неделе вызвала встреча советников-лидеров стран Нормандской четверки, прошедшая в Берлине. Накануне встречи немецкое издание Der Spiegel сообщило сенсационную новость о том, что якобы российская делегация готовилась предъявить Украине ультиматум о необходимости до 6 июля обнародовать текст предполагаемых изменений в Конституцию в связи с особым статусом для Донбасса. Данное требование, напомню, прописано в комплексе мер по выполнению минских соглашений. Цитируем сообщение Der Spiegel. В ходе переговоров о конфликте на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации сепаратистских районов в Донецке и Луганске. Об этом свидетельствует неофициальный рабочий документ российской делегации, которая встретится с представителями Украины, Германии и Франции в Берлине в эту пятницу и субботу. Документ был передан в лондонский досье «Центр» из российских правительственных кругов, а затем попал в руки Шпигель. Сказать о том, что эта новость, опубликованная 3 июля, вызвала в Украине ажиотаж, это ничего не сказать. Резонанс был столь высок, что на следующий день президенту Владимиру Зеленскому пришлось комментировать нашумевшую новость, по сути являвшуюся типичным инсайдом в СМИ, а не информацией из официальных источников. Как заявил президент, цитирую, «Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать. Мы независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика». Трудно не согласиться с Владимиром Зеленским в его призыве соблюдать культуру дипломатической риторики. Однако справедливости ради стоит отметить, что обязательство провести конституционную реформу содержится в комплексе мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, под которым стоят подписи участников трехсторонней контактной группы в Минске и, в частности, представителя Украины Леонида Кучмы. Дословно, девятый пункт этого документа гласит «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования, в скобках, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа». В этой связи заявления о стремлении выполнить минские соглашения и полный отказ от одного из краеугольных пунктов звучат как нечто слабосовместимое. Впрочем, гораздо интереснее то, почему столь провокационная статья вообще появилась в немецком издании накануне встречи советников глав государств Нормандской четверки. Что же касается официальных итогов встречи советников Нормандской четверки, прошедшей в Берлине на минувших выходных, они довольно противоречивы. 7 июля вице-премьер Украины Алексей Резников раскрыл содержание встречи, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Все заявления об ультиматумах он назвал фейковыми. Резников также сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений, где речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, о ряде законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательства в 2014 году принять. Однако, по словам Резникова, никакого особого статуса Донбасса в украинской конституции не может быть. Кроме того, Резников заявил, что РФ готова идти на уступки в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Подобная риторика напоминает крайне неумелую попытку пройти, как говорил Леонид Кравчук, промеж капелек. Учитывая невысокую квалификацию Резникова как переговорщика, а также сложный опыт подобных действий на протяжении нескольких предыдущих лет, сделать это в итоге вряд ли удастся. Официальные заявления российской стороны об итогах переговоров советников в Берлине были еще менее обнадеживающими. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил следующее. Подвижек на переговорах советников-лидеров нормандской четверки в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны. РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе. Вышеизложенное констатирует то, что переговоры в нормандском формате в очередной раз зашли в тупик. Если мы вспомним решения прошлого саммита нормандской четверки в Париже и сравним их с тем, что было выполнено за прошедшие 7 месяцев, мы не увидим почти никакого прогресса. Отдельные успехи отмечались лишь в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Впрочем, такие обмены происходили и до встречи Зеленского с Макроном, Меркель и Путиным. Что же касается разведения сил на отдельных участках линии соприкосновения, до него дело так и не дошло. Новые участки для разведения не были согласованы, а на тех трех, где войска были разведены еще осенью, вновь возросла интенсивность огневых контактов. Будущее Донбасса и Минских соглашений обсудим с политологом Николаем Спиридоновым. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Даниил. Ну, первый вопрос общий. Каково Ваше впечатление от этих всех бурлений в нормандском формате? От этих слухов об ультиматумах, их опровержениях, всевозможных выставлениях условий друг к другу и так далее, на фоне того, что процесс, в общем-то, не движется? Ну, есть только одна такая умеренно хорошая новость в плане впечатлений. Я убеждаюсь в том, что в Зеленске действительно этот вопрос урегулирования мирного хочет решить. Все остальные новости плохие, потому что реально практически ничего не получается. В результате мы получаем ультиматумы, которые потом опровергают и говорят, что это не ультиматумы. Потом Россия говорит, что вы там не выполняете. А Украина в ответ представителей Украины, некоторые говорят, так Россия на нас нападет, при том, что она вроде как уже напала. И мы в результате не видим действительно продвижения. Ну, тут, наверное, виновата, конечно, не только Украина. В России тоже происходит определенный транзит власти. То есть Путин укрепил себя, укрепил возможностью переизбраться еще на два срока. И в то же время все равно подумывает о преемниках. Соответственно, выглядеть слабым он сейчас не может. Украинские переговорщики. Но если взять Алексея Резникова, ну, достаточно сказать о том, что он, приезжая в Берлин, выступает против Северного потока. Ну, то есть это говорит примерно об его уровне как переговорщика. Знаете, Резников крайне некомпетентный переговорщик. Вот буквально, опять же, из свежих новостей по итогам этой встречи советников. Он заявил о том сначала, что никаких ультиматумов Украине не выдвигали. Потом заявил о том, что вопрос внесения изменения в Конституцию все-таки обсуждался на этой встрече. А потом заявил о том, что никаких привилегий для Донбасса не будет. То есть он трижды противоречил сам себе в рамках одного выступления. Но он же и не был дипломатом, он, по сути, был высококвалифицированным юристом. Частным юристом. Некоторое время он поработал в Киевской городской государственной администрации, упрощенно говоря, в мэрии. Ну и, собственно, да, вот видно, что он ближе по своим политическим позициям, предположим, к своему бывшему начальнику Виталию Кличко, то есть вот в сторону ястребов, что он вот ястреб непонимающий. То есть если уже говорить грубыми словами, то горилла с гранатой, то есть непонимающий ястреб. Хотел бы задать вам следующий вопрос. Какие внутренние факторы мешают в данный момент урегулированию конфликта на Донбассе? Я имею в виду с украинской стороны. И какие факторы внешние мешают этому? Внутренние факторы, безусловно, вот те 15% националистического населения, когда вот идет речь о том, что нужно выполнять Минские соглашения, то есть предоставить определенный статус Донбассу, подготовиться к выборам, то тут же мы же видели массовые протесты и под Верховной Радой, и под администрацией. Митинги нет капитуляции. Ну да, и под администрацией тогда еще президента Украины Петра Порошенко. Теперь то же самое давление ощущает в Зеленске. И получается вот меньшинство по сути, но мы понимаем, что это электоральное меньшинство, оно вот в какой-то степени поддавливает и не дает реализовывать Минские соглашения, которые, ну я готов согласиться, что они для Украины не очень выгодны. В основном вот действительно они очень большую ответственность возложили на Украину. Но тем не менее соглашения эти есть, и какой-то прямо внятной альтернативы, как двигаться еще, как их пересмотреть в лучшую сторону, ну лично я не видел. Если возвращаемся ко второй части вопроса, к внешним факторам, ну безусловно фактор России остается, и тоже там на пути на определенное давление, потому что по сути вот его ястребы, такие люди, например, как Гиркин Стрелков, еще там правые внутри России, они считают, что Путин действует еще мягко, что он очень сильно поголубел, что он еще и голубь мира. А вот с вашей точки зрения осуществляют ли Франция и Германия давление на Украину? Ну безусловно осуществляют, потому что им вот такие нюансы, на каких условиях Украина вернет Донбасс, и насколько это будет Украине удобно. Их же, то есть серии проблемы индейцев, шерифа не беспокоят в принципе. Им нужно завершение этих боевых действий, снятие санкций с России, чтобы они могли быть торговыми партнерами, ну и сохранение лица, что вот они в этом формате закончили конфликт. Спасибо вам за беседу, Николай. А пока отечественные политики продолжают искать выход из нормандского тупика, в США вакханалия черных протестов сменяется бессмысленным и беспощадным предвыборным трэшем. 4 июля, в день независимости Соединенных Штатов, рэпер Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США. В своем твиттере он написал, цитирую, «Теперь мы должны реализовать обещания Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов». Как пишет издание Daily Mail, букмекеры уже оценили вероятность победы Уэста. Если раньше его шансы оценивались в 0,2%, то есть как 500 к 1, то теперь этот коэффициент возрос в 10 раз, до 2%, то есть как 50 к 1. Тем не менее, лидеры президентской гонки все еще значительно обгоняют музыканта. Так, коэффициент выигрыша действующего президента Дональда Трампа составляет 7 к 4, а коэффициент его противника из демократической партии Джо Байдена – 8 к 11. А вот как охарактеризовало намерение Уэста участвовать в выборах британское издание The Guardian. Цитата. «До дня голосования 3 ноября остается всего 4 месяца, и пока неясно, не станет ли твит Уэста более уместным для дня дурака, чем для дня независимости США. Также неясно, подавли 43-летний музыкант официальные документы для включения в избирательные бюллетени штатов. Крайний срок для добавления независимых кандидатов в избирательный бюллетень во многих штатах еще не прошел. Но после того, как бизнесмен и звезда реалити-шоу Трамп выиграл выборы и пришел в Белый дом в 2016 году, возможно, идея сделать Ким Кардашьян первой леди могла быть предначертана звездами для Америки. 21-кратный лауреат премии Грэмми Уэст сразу же получил одобрение от Ивана Маска, исполнительного директора производителя электромобилей Тесла, и еще одной знаменитости, известной своими эксцентричными выходками, который написал в Твиттере в ответ «У вас есть моя полная поддержка». Британское издание также напомнило, что в 2018 году Уэст встречался с Трампом в Белом доме. Тогда на встречу он явился в кепке с лозунгом действующего президента «Make America Great Again», то есть «Сделаем Америку снова великой». И очень комплементарно отзывался о Трампе. Как вы могли догадаться, для превращения избирательной кампании в фарс и отвлечения жителей гетто от увлекательных погромов выдвижения в президенты одной знаменитости мало. По всем законам жанра продолжение балагана не заставило себя долго ждать. Вслед за Канье Уэстом о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост заявила американская актриса, певица и фотомодель Перис Хилтон. Программу Хилтон представила в своем Твиттере с хэштегом «Make America Hot Again – Paris for President». Здесь требуется пояснение. Слово «hot» в переводе, означающее «горячий», в данном контексте использовано в значении «жаркая штучка», акцентируя внимание на привлекательности и развязном образе жизни певицы. Анонс участия в избирательной гонке проходил в формате интервью. Когда интервьюер спросил, кем будет ее напарник, она сказала «Рианна, она красивая и талантливая. Я думаю, она станет отличным вице-президентом». Критерий для напарника Перис прост, цитирую. «Безусловно, женщина, которая честна, и скажет вам правду, если ваш наряд вам не идет, а еще она должна быть горячей». Также Перис сказала, что в Белом доме разрешит держать как можно больше домашних животных, а само здание перекрасит в розовый цвет, поскольку белый слишком скучен. Сейчас наши зрители наверняка хохочут у экрана, потешаясь над театром абсурда, разгорающимся вокруг избирательной кампании в Америке. И совершенно зря. Дело в том, что эксцентричные заявления знаменитостей о своем намерении баллотироваться в президенты и столь же эксцентричные выходки в поддержку одного из настоящих кандидатов давно известная в США предвыборная технология. Как правило, поднявшие резонанс звезды впоследствии сливаются и призывают своих сторонников голосовать за одного из основных кандидатов. Но с учетом политических тенденций, есть в их заявлениях об участии в выборах и еще один скрытый смысл. Внимание американских СМИ частично переключилось с протестов и погромов на улицах, сносов памятников и социальных проблем из-за пандемии коронавируса на сенсации из мира шоу-бизнеса. Вот, например, американское издание Republic World вполне серьезно обсуждает, а не опоздали ли Перис и Канье с выдвижением и успеют ли они подать все необходимые документы. Цитирую. Теперь, когда осталось всего 4 месяца, а митинги и кампании в самом разгаре, Канье и Перис могут либо участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов, либо от какой-то небольшой партии. Во втором случае большинство партий уже объявили своих кандидатов в президенты на 2020 год и шансы, по сообщениям СМИ, выглядят призрачными. Чтобы поучаствовать в голосовании в качестве независимого кандидата, срок уже истек как минимум в шести штатах, включая Техас, Нью-Йорк и Ленойс. Еще в шести штатах срок истекает в июле. Хотя у Канье и Перис есть шанс войти в избирательный бюллетень, для этого потребуются огромные расходы и трудозатраты, поскольку им также придется получить тысячи подписей, чтобы показать народную поддержку. В общем, что бы жители гетто не обсуждали, лишь бы магазины не громили. Классическое отвлечение общественного внимания. В завершение описания американского предвыборного трэша не можем обойти вниманием статью журналиста Эдварда Айзека Довейра в авторитетном издании «The Atlantic». В ней автор проанализировал отношения сторон американских выборов к легализации марихуаны и то, почему наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден не до конца разделяет мнение своих коллег по партии о необходимости узаконить наркотик. Далее приводим цитату. Демократические политические консультанты мечтают о таких вопросах, как легализация марихуаны. Как показывают опросы, демократы в подавляющем большинстве выступают за это, как и независимые кандидаты. Большинство республиканцев также одобряют легализацию. Это мотивирует избирателей, молодых людей и чернокожих американцев голосовать. Включите этот вопрос в предвыборную программу, и он докажет, что это верный способ повысить активность избирателей. Сокрушаясь о том, что Байдену не удается привлечь к активной агитации за себя наркоманов-сторонников легализации, журналист недоумевает от причин, которые удерживают кандидата от такого шага. Цитата. В вопросе легализации, кажущейся таким очевидным политическим преимуществом, все, что мешает Байдену, как говорят нынешние бывшие помощники, это забота об общественном здоровье. Он читал исследования или, по крайней мере, резюме исследований. Он хочет видеть больше. Он ищет что-то определенное, чтобы заверить его, что легализация не приведет к серьезным психическим или физическим проблемам у подростков или взрослых. Действительно, какие пустяки, всего-то общественное здоровье и необратимые последствия для психики подрастающего поколения. Почему же он не соглашается-то до сих пор, не понимаю. Как вы могли убедиться, по степени абсурда американские избирательные компании ничуть не уступают украинским. Разница, пожалуй, только в том, что там этот внешний абсурд хорошо продуман, срежиссирован и служит вполне конкретным целям. О шансах кандидатов и будущем США мы поговорим с директором Института «Новая Украина» Святославом Денисенко. Здравствуйте, Святослав. Добрый вечер. А что же у нас наблюдается, собственно, с основной предвыборной гонкой? У кого на сегодняшний день больше шансов? И как повлияли вот эти протесты, протесты Джорджа Флойда, как их называют в Америке, на избирательную гонку? А ни республиканцы, ни демократы на данный момент не знают, что делать с вот этой волной социального протеста, которая поднялась в США. Она имеет очень серьезные социальные и социально-экономические основания. Американское государство в привычном смысле не является социальным. Оно не дает гражданину пакет безусловных социальных прав. Все равно дает, ну, как бы, какие-то лоанс, да, помощь. Вот, соответственно, и вот часть движения Black Lives Matter как раз требует реорганизации, вот в этом смысле социальной революции, изменения основ государства. То есть бесплатное образование, бесплатное здравоохранение гарантированы каждому гражданину Америки, безотносительно расы, пола, там, и так далее, да. Вот на этот вопрос ни у демократов на сегодняшний день, хотя они левее, да, ни у республиканцев, понятное дело, ответа нет. Что такое вот выход, да, условно говоря, рэпера Канни Уэста, да, известного, популярного там, значит. Это попытка в том числе технологически канализировать вот эти протестные настроения. То есть он должен попытаться вобрать в себя этот протестный потенциал, а потом попробовать им как-то распорядиться. Он интересен, он популярен, ну, он звезда, да, и, соответственно, он может стянуть на себя вот этот вот, как сказать, определенный негатив и направить его от вот этих фундаментальных требований ну, в плоскость какую-то. Да, значит, конечно, он системным кандидатом не станет, это вот некая технология канализации. А что касается разницы между Трампом и Байденом, да, ну, вот на сегодняшний день разница, ну, скажем, в пределах 10%. Там более близкие к демократам опросы и СМИ говорят о 14, да, более близкие к республиканцам говорят, значит, о меньшем отставании процентов 7-8. Расстояние это будет компенсировать очень сложно для Трампа. Ну, а вот что касается тех протестных технологий, мы же знаем, что демократы всячески поддерживали протесты БЛМ, разжигали их, будем говорить. Сейчас эти протесты слегка утихли, но возымеют ли они эффект именно в день голосования? Я к тому, что они выглядят сейчас таким очевидным фальшстартом. То, что демократы поддерживали эти протесты, это достаточно понятно. Когда провалилась идея импичмента Трампа, у компании демократов не осталось стержня. То есть вот эта вот движущая энергия у нее пропала. Когда вот возник этот случай и, скажем так, активнее началось движение Black Lives Matter, не решили его поддержать, активно туда включиться. Почему? Потому что это давало стержень. Это мобилизует электорат, безусловно. Это, как сказать, существенную долю электората как раз демократической партии составляют выходцы из стран Латинской Америки, афроамериканцы, представители левых взглядов. То есть, соответственно, это мобилизующая идея, они ее отпускать, наверное, не будут. Но после победы это может стать проблемой для любого. Спасибо вам за беседу, Святослав. Интересные события происходили на прошлой неделе и на Ближнем Востоке. Похоже, там снова обостряется диверсионная война между Ираном и Израилем. 2 июля в Иране произошел пожар на одном из главных ядерных объектов в городе Натанс в центральной провинции Сфахан. По информации западных СМИ, причиной этому ЧП могла стать диверсия со стороны Израиля. Инцидент может способствовать замедлению в стране производства передовых центрифуг, используемых для обогащения урана, технологии, которую некоторые государства воспринимают как серьезную угрозу для национальной безопасности. В воскресенье неназванный сотрудник разведки одной из стран Ближнего Востока сообщил изданию The New York Times, что взрыв в Натанзе устроил Израиль. Днем ранее министр иностранных дел Израиля Габи Ашкинази ответил косвенно, когда его спросили, стоит ли Израиль за этим инцидентом, заявив, что, цитата, «информацию о наших действиях в Иране лучше оставить недосказанной». За последние пару недель в Иране произошла целая череда крайне подозрительных инцидентов. Вот их перечень. 26 июня. Взрыв на заводе по производству жидкого топлива для баллистических ракет в Хаджире, недалеко от Парчина, вблизи Тегерана. В тот же день пожар на электростанции в Ширазе, вызвавшей отключение электроэнергии. 30 июня. Взрыв медицинской клиники в Тегеране. 19 человек погибли. 2 июля. Взрыв и пожар на ядерной площадке в Натанзе. 3 июля. Большой пожар в Ширазе. 4 июля. Взрыв и пожар на электростанции в Ахвазе. В тот же день утечка газообразного хлора на нефтехимическом заводе Корун в Махшахре. Как видим, подозрительные инциденты, а порой и откровенно террористические акты, стали происходить в Иране все чаще. Учитывая то, что одним из основных противников Исламской республики в регионе традиционно является Израиль, версия о его причастности выглядит вполне правдоподобной. Особенно в свете вероятной причастности израильских спецслужб к убийствам иранских ученых-ядерщиков в 2010-2012 годах. Напомним, 9 марта 2017 года во время заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, постоянный представитель Ирана при организации господин Наджафи заявил о причастности Израиля к убийствам ближневосточных ученых-ядерщиков, а также указал на опасность для региона, исходящую от израильской ядерной программы. Есть и другая версия. Как сообщает сайт персидского отдела британского новостного агентства BBC, после взрыва в Натанзе их журналисту на почту пришло письмо от неизвестной террористической группировки, взявшей на себя ответственность за происшествие. Вот что пишет этот журналист по имени Джияр Гоу. Цитата. Сразу после полуночи 30 июня в мой почтовый ящик упало письмо. В нем говорилось, что его отправила неизвестная группа, называющая себя Гепарды Родины. Группа заявила, что напала на главный иранский ядерный объект в Натанзе двумя часами ранее, в 2.00 по местному времени. В подробном сообщении говорится, что они взорвали объект и что иранский режим не сможет это скрыть. Группа заявила, что в ее состав входят инакомыслящие в иранских вооруженных силах и силах безопасности, и что они стояли за многочисленными нападениями, которые иранские власти до сих пор скрывали от общественности. Первое, что обращает на себя внимание в этой публикации BBC, это нестыковка дат. Ведущие мировые информационные агентства сообщили, что пожар в Натанзе произошел утром 2 июля, а автор статьи говорит о том, что он случился 30 июня, то есть на 2 дня раньше. Непонятно, чем вызвана эта путаница. То ли иранское правительство замалчивало это происшествие, то ли пожара было 2, то ли горело 2 дня. Что же касается содержания письма, полученного журналистом персидской редакции BBC, то, учитывая предыдущие обстоятельства, оно очень похоже на попытку отвести подозрения от истинных виновников инцидента, наведя журналистов на ложный след специально для этого придуманных гепардов Родины. Если рассуждать о том, кому выгодна диверсия на ядерном объекте, наиболее обоснованные подозрения падают на Израиль. И от осознания этого факта становится тревожно. Ведь если в Иране установят причастность Тель-Авива к инциденту на ядерном объекте и другим необъяснимым случайным происшествиям, то будут мстить. Это, в свою очередь, добавит еще больше турбулентности в и без того крайне неспокойную военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке. А на этом, уважаемые зрители, у меня все. С вами была Международная панорама на КРТ и ее ведущий Данил Богатырев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!